МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В какой-то момент стройка просто встала. Спустя год мы знаем, что застройщик проблемы, и он, скорее всего, будет банкротиться, и достраивать ничего не будет. Испугались тогда? Какие чувства тогда были? Сначала была паника, но спустя еще один год, не без помощи государства, нам все-таки достроили наш дом. Сегодня наконец-то Зубковым вручили ключи. Пока дом строился, в семье родился второй ребенок, а третьим уже подумывают. Так же, как и о возможности дальнейшего расширения своих квадратных метров через несколько лет. Главное, чтобы рынок это позволил. Возможно, мы сразу сделаем еще повторный шаг, то есть возьмем снова ипотеку. Главный вопрос для большой семьи – ставка. Выплаты процентов – ключевая статья домашнего бюджета. Особенно если доход невелик, а вот расходы на детей, напротив, растут. Больше половины всего дохода уходило в покошение кредита. Марина с Николаем отслеживают все изменения на рынке. В первую очередь – снижение ставки по жилищным кредитам. Сегодня средняя по рынку чуть меньше 10%. Еще два года назад об этом нельзя было и мечтать. Да и банки к ипотечникам гораздо лояльнее. Банки стали заранее снижать ипотечную ставку, по сути, временно работая без прибыли. То есть выдают кредиты по той же ставке, что и одолжили деньги у центрального банка. Логика здесь простая – привлечь клиентов на растущем рынке. Но даже на таких условиях ипотечная ставка ощутима для кармана многодетных семей. Помогать готово государству. Владимир Путин предложил субсидировать ставку ипотечникам, у которых рождается второй или третий ребенок. Государство берет на себя более 4% стоимости кредита. Все, что выше 6% в течение трех лет, будут оплачивать из госказны. Эта программа может охватить как минимум полмиллиона семей. Программа действительно окажет в первую очередь значимое влияние на демографическую ситуацию. Она поддержит людей, которые собираются заводить детей. Параллельно с этим мы ожидаем, что программа окажет положительное влияние на рынок жилищного строительства, в первую очередь на рынок новостроя, поскольку программа нацелена в первую очередь на то, чтобы субсидировать процентные ставки для покупки жилья на первичном рынке. Семья Николая и Марины как раз и сможет получить такую помощь. Для них это действительно важная новость. Слышали, что будет процентная ставка ниже, и хотим этим воспользоваться. То есть то самое, 6% плюс остальное? Да, да. Но не только проценты в приоритете. Важна стабильность рынка. Ипотечный пузырь, неспособность обеспечить растущий спрос, непредсказуемость экономики. Все эти угрозы неактуальны, утверждают финансисты. Ситуация в экономике для ипотеки как раз благоприятная. Я не только не вижу такого риска, я вижу, что у нас есть потенциал роста примерно в два раза. Цены на рынке, несмотря на оживление спроса, сильно не подросли. Ставки на ипотеку находятся на своих исторических минимумах. Отложенные спросы и низкие ставки, они как раз позволяют людям приобретать жилье. Это хороший момент времени. Поэтому я не вижу никакой проблемы с пузырем. Слова Германа Грефа наглядно подтверждают эксперты. Все дело в соотношении ипотеки к объему национальной экономики. В России это пока всего 6-7 процентов. В сторонах Восточной Европы около 20-25, а в Западной Европе 50 и выше. Иными словами, наш рынок еще даже не насытился. Потребности россиян обеспечивает не искусственный, а реальный спрос, которому надо соответствовать. Уже объявлено о создании ипотечно-строительного банка, за которым стоит государство. Дом РФ Банк, созданный после присоединения российского капитала к ИЖК, намерен войти в тройку лидеров, чтобы вооружить ипотечника цифровыми технологиями, дать полный доступ к любой важной информации, а сами кредиты сделать максимально прозрачными. Мы видим мощный тренд на рост объемов ипотечного рынка. Мы также видим рост ипотеки, выдаваемой на вновь приобретаемое жилье. Это и жилье на первичном рынке, это и жилье на вторичном рынке. Мы считаем, что этот тренд продолжится. Это связано с стабилизацией доходов населения, это связано с снижением процентных ставок и с общим повышением доступности жилья. Всего через два года новый банк намерен довести объемы выдачи ипотеки до 150 миллиардов рублей. Готов активно финансировать и само строительство. Это даст порядка 10 миллионов квадратных метров в год. Такое проектное финансирование станет одной из главных защитных мер на рынке. Банк заинтересован в том, чтобы ему вернули деньги. Застройщик заинтересован в том, чтобы построить гражданин, чтобы ему отдали квартиру. Но в отличие от гражданина, у банка есть инструментарий следить за тем, как достичь своей цели. Потому что нам Банк России предписывает соответствующий мероприятие. Это мы должны проводить, чтобы контролировать свои риски. Поэтому в данном случае это в первую очередь повышение контроля над использованием денег граждан. Именно такая схема, когда в стройку инвестируют банки, а деньги покупателей ждут сдачи дома, на специальных счетах успешно работает в Европе. Сейчас этот опыт перенесут в Россию. Президент издал распоряжение, чтобы к 2021 году мы перешли от долевого участия к проектному финансированию. Соответственно, есть идея, что необходимо создать организацию, которая отработает эту систему. И после этого рынок увидит, что эта структура работает, то, что она работает финансово, то, что она работает юридически, и уже сможет принять опробированные решения. Еще один важный момент, критичный для многих. Простота и доступность для понимания всего процесса оформления ипотеки. Сегодняшние новоселы и Зубковы вспоминают, сколько им пришлось потратить времени и сил, изучая заковыристые юридические формулировки и собирая нужные бумаги. Документы собирали тоже где-то с неделю справки, подтверждения. И после сбора всей документации еще где-то неделю банк одобрял. И вся процедура около месяца у нас заняла. Сейчас ипотека все чаще работает в два клика. Цифровая подпись, оформление права собственности, практически все можно сделать в сети. А полная стоимость жилищного кредита будет ясно прописана в договоре и никакого нечитаемого шрифта. Минимальный размер шрифта, восьмой, тоже допускается. То, что настроения на рынке меняются, подтверждают исследования. Тех, кто считают рыночные условия подходящими для расширения жилищных проблем, с апреля стало вдвое больше. Ну а сами банкиры говорят, растет и качество ипотечного портфеля. Доля просроченных долгов здесь меньше 2,5%. По итогам года ждут новый рекорд. Более миллиона выданных кредитов.